Всем привет! Вы смотрите UwebDesign, обучающий ролики на тему веб-разработки и всякого другого. Сегодняшнее видео будет про WordPress, а именно про кастомизацию админки. Не только самой админки цветов, но еще и формы по адресу WP-логин, которые доступны. Давайте освежим. Примерно вот так выглядит у нас админ панель дефолтная, начиная с WordPress 3.8, когда вот этот плоский стиль добавили. Вот так выглядит форма логина. Вот здесь логотип WordPress, формочка и тут пару ссылок внизу. Как мы знаем, у нас по жизни есть несколько цветовых схем, которые легко меняются по умолчанию, которые сделаны. И, допустим, вы захотели себе сделать еще такую же. То есть мы напишем микро-плагин, так вот здесь написано. Micro-плагин to add your design color scheme to WordPress. То есть если мы его активируем, то у нас по адресу ваш профиль появится дополнительная цветовая схема, его дизайн color scheme, которую мы точно так же можем активировать. Она сделана немного в стиль с нашим пабликом и вообще всем нашим брендингом, который на данный момент есть. То есть посмотрим, как это выглядит в редакторе кода. Перед редактором кода, то есть я вот здесь в директории плагин создал директорию UVD color scheme. То есть надо обязательно префиксы делать, чтобы ничего так же не называлось. То есть здесь папки CSS Image JavaScript, которые как бы на самом деле и не обязательно создавать. То есть в данном случае используется только CSS и небольшой PHP файл, в котором мы непосредственно объявляем название плагина и подключаем ту функцию, которую написали на Action к админке. То есть если мы сейчас откроем редактор кода, здесь примерно так же это все выглядит. То есть вот наш PHP файл, еще плагин name, yourdesign.final в данном случае, плагин URL какую-нибудь, давайте придумаем. HTTP, design.ru, у нас нету пока страницы под этот плагин, не уверен, что мы его будем издавать, но тем не менее. Microplugin add yourdesign colors scheme to wordpress, 1.0, Александр Генчаров, мой адрес. То есть примерно так это выглядит. Если говорить про вот эти CSS папки, то вот эти три файла можно взять из непосредственно админки WordPress. То есть те, которые схема у нас по умолчанию доступна, они есть по адресу WordPress, vpadmin, CSS, colors и вот эти три файла. SAS мы копируем к себе в проект. Так, сейчас это не он открыт. WordPress 4.1, vpacontent, plugins, vpadmin, color scheme. Мы их копируем сюда в CSS и впоследствии вот этот вот плагин admin.scss, мы его сейчас здесь в коде откроем, то вот так выглядит. Он импортирует variables and mixes, которые мы до этого подключаем. Вместе с ним копируем. Вот они здесь. И всю необходимую разметку просто по умолчанию вкидывает сюда. То есть здесь нам практически никаких движений не нужно делать. После того, как мы его сюда скинули, добавили, мы его переименовываем в файл по нашему усмотрению. В данном случае UWD scheme. То есть, опять же, лучше префиксы добавлять по всему, чтобы ни с какими другими плагинами, которые нам впоследствии придется поставить, не конфликтовало. Это все. Импортируем variables и mixins. И после этого добавляем вот так вот кучу всего. То есть непосредственно вся магия происходит вот здесь в variables. Все значения мы присваиваем в этом файле. То есть text color, вот какой у нас. Base color, это цвет фона. Text color, как не трудно догадаться, цвет текста. Icon color, цвет иконочки, которая у нас вот здесь вот сбоку в админке будет. И highlight color, это цвет вот любой подсветки, которую здесь есть. То есть очень много где наследуется. Notification color, его сейчас очень сложно вызвать. Но, в общем, когда у нас есть какие-то обновления, то у нас здесь вот, допустим, показывается консоль, обновление и в кругляшочке циферка 1 или 2, в зависимости от того, сколько у нас уведомлений. Вот эта циферка 1 или 2, сам кругляшочек будет того цвета, который Notification color. В данном случае я просто обращаю, то есть invert, это встроенная сасовская функция, обращаю вот этот цвет, делаю противоположный для него, то есть вот с помощью переменных. И он там впоследствии используется вот здесь. Notification color, меню Bubble Background. То есть вот этого кругляшочка, она будет использоваться. И что касается, ну, Body Background, это понятное дело. Limp, вот этот вот класс ссылки, его, ну, наверное, стоит сделать похожим на highlight color, потому что вот эти все ссылки, они будут того же цвета, что и вот этот цвет. Если вы какую-то свою цветовую схему придумаете другую, то тут, ну, понятное дело, что любые переменные можете на свое усмотрение сделать. То есть я вот эти 4 сменил, вот эту вот присвоил этому и клинку тоже. То есть впоследствии они все уже используются. То есть по этапным присваиваниям и изменениям, тут по чуть-чуть затемнением, засветлением, мы добиваемся того, что у нас во всей админке цвета меняются с помощью вот тут нескольких 6 переменных. Что касается вот этой записи Temp Light and Warm, это как я себе помогал цвета какие-то узнавать. То есть если нам нужно узнать, как в RGB будет цвет, вот этот вот осветленный на 20%, то можно с помощью конструкции Warm его вывести. То есть если я, допустим, что-нибудь здесь изменю, скомпилирую, у меня CodeKit пишет, что типа File compiled successfully, but there were warnings. То есть был вот такой вот ворнинг, что RGBA вот такой-то, такой-то на такой-то линии. То есть я вызвал этот ворнинг, и мне здесь вот этот цвет, который был в 16-ти речном коде, вывели в том, в котором я и хотел. У нас на канале есть еще очень большое количество роликов про SAS, посмотрите их обязательно, там базовый SAS, потом SAS Advanced, в котором мы разбираем циклы, циклы, ветвления, какие-то другие конструкции. И есть еще там небольшой ролик про цвета, то есть непосредственно работу с цветами. Поэтому обязательно посмотрите, если для вас это сейчас какое-то замечательство внесло. После того, как мы вот этот файл скомпилировали из SCSS, у нас получился CSS-файл, в котором все цвета уже, естественно, заменены на вот непеременные, а непосредственно 16-ти речные значения. После этого нам нужно в плагин это подключить. То есть мы, естественно, определяем path константу, в PHP константы объявляются вот этим ключевым словом define, и значение присваиваем, то есть плагин с URL, и вешаем функцию addcustomadminthemes на actionadmininit. Что касается экшенов и фильтров, это хуки WordPress-овские, с которыми приходится очень много работать, но когда разрабатываешь темы для WordPress, у нас пока нет роликов на эту тему, но они обязательно будут. Пишите в комментариях, если это вам интересно, можно будет какие-то небольшие моменты подробнее разобрать. И здесь используется стандартная функция wp-admin-sss-color, то есть добавить цвет в админку WordPress. Вот это уникальное название, оно повторяться не должно, то есть если мы угадаем вдруг или посмотрим в сурсах название одной из стандартных цветовых схем, то добавив такую же, у нас произойдет конфликт, она просто не добавится. Обязательно тоже делайте здесь префиксы, чтобы никогда конфликтов не возникало. Вот этот uLabdesign означает. Второе, это название уникальное, здесь можно его translation ready сделать с помощью двух нижних подчеркиваний, это функция, которая говорит нам о том, что это можно будет впоследствии перевести. и path, плюс css.uwd.skim.css, то есть здесь, если мы относительно корня этой директории, то вот этот файл, он находится здесь, его и подключаем. Последний параметр опциональный, это массив нескольких цветов, которые используются в этой цветовой схеме для того, чтобы он показывался у нас в админке. То есть если мы сейчас перейдем в пользователь и ваш профиль, вот эти четыре цвета, которые здесь снизу указываются, это те самые цвета, которые мы вот сюда вот передали. То есть если мы сюда передадим три цвета, то они у нас здесь будут в админке три. Можно оставить так, потому что вот этот notification color, и вот традиционно здесь не указывает, можно какие-то тона, полутона указать, но тем не менее, то есть это абсолютно на ваше усмотрение. Webdesign и color scheme может быть слишком много, вот эти можно оставить только e-webdesign, он будет на одну строчечку влазить, то есть вот вместе с этими всеми. Также быстро и легко меняется, если плагин отменить, то естественно не будет. Вот так можно очень легко изменить цветовую схему вашей админочки WordPress на ваше усмотрение. Кстати, здесь я еще одно небольшое изменение добавлял в стандартный вот админ, бывший админ SCSS. Я вот здесь добавил вот этот небольшой пункт, что Dash Icons, то есть для вот этих иконочек, у них был transition не 0,05 секунды, а 0,1 секунды. То есть они чуть-чуть, то есть если я сейчас это закомментирую, то вам должно быть видно, что у них... Так, я загружу. Они немножечко закрашиваются с опозданием по сравнению с самой надписью, которая практически мгновенно это делает. Мне это не понравилось, поэтому я подстроил, что у них transition происходит с той же скоростью, что и надписи, и поэтому подлагивание этого незаметно. Что касается же админки, то даже после того, как мы здесь цветовую схему сменили, точнее логинки, она осталась того же синего цвета, и нашему брендингу не очень соответствует. Если мы продолжим эту тему, то существует стандартный плагин, ну, не стандартный, в директории WordPress есть плагин Custom Login. То есть можно с его помощью работать, и вот я вот его активирую, я уже предварительно его настроил, то есть можно вот примерно таких результатов добиваться. Любые цвета здесь делать, теньки, вот эта кнопка, то есть все три состояния здесь тоже доступные. И вот так это делается. Постой, как мы этот плагин активировали, у него есть настройки Custom Login. Ну, вот этим вот чекбоксом мы его включаем, определяем все цвета, то есть я определил те же самые, которые у нас в цветовой схеме используются. Бэкграунд, залил паттерн, поставил его на репит из левого угла, логотип залил, то есть я залил побольше специально, чтобы на ретиноэкранах тоже очень четко это все выглядело. И 250 на 250 его сделал, хотя сам он 600 на 600, по-моему, пикселей, сама картиночка. Поставил его без репита, центр, топ, чтобы он по центру и кавер сделал. Форму тоже можно полностью кастомизировать, то есть вот цвет бэкграунда у него будет такой, можно даже тоже какой-то паттерн на форму залить, но это лишнее, по-моему, уже. Вот. Бордер радиус менять, ширину самой границы, ее тоже цвет, то есть тут она чуть-чуть такая серенькая, чтобы сверху выделялась. И можно добавить бокс-шедоу, то есть теньку, но мне показалось здесь это лишним, но тоже можно сделать с цветом. Здесь вот эти форм-лейбл-колор, это вот этих вот лейблов цвета, красненькие. Вот навигация под формой, то есть цвет текст шедоу и цвет на хувер и тоже текст шедоу, то есть вот он. Была черная на хувер, на хавер, если угодно красным. И можно дописывать custom CSS, custom HTML, custom jQuery, то есть здесь прям очень-очень можно подробно все менять. Я тут отступы всякие уменьшил, чтобы у нас логотип не так сильно сверху висел от формы и на один экран вот так вот это все влезало, даже на небольшом разрешении. Чем больше, тем выше это уходит. Можно как-то это сделать в процентном соотношении, я посчитал ненужным. И кнопка, то есть она по умолчанию синяя остается. Если я вот это все сейчас уберу, сохраню изменения, то кнопка, к сожалению, остается синяя по умолчанию. Для этого мне пришлось прибегнуть к хитрости, а я это хитростью называю. И просто вот этой кнопки стили скопировать. Я посмотрел инспектный элемент и скопировал вот эти стили для каждого состояния. Для хавер, соответственно, вот они появляются. Ну и для актива. Здесь как бы можно вот такие штуки добавить. Кстати, вот эти цвета, опять же, если вдруг вы не знаете, какой чуть потемнее, чуть посветлее сделать, вы можете или вот с помощью вот этого ворна, который я писал, так, где я писал variables, то есть вот, выводить значение, либо интерактивную консоль в SAS в терминале включить и точно так же попробовать эти цвета посмотреть. и это можно сделать примерно вот так, то есть запустить интерактивную консоль в SAS и написать lighten 333 на 10% enter, вот такой у нас цвет получается. Можно также lighten 333 на 10% логин, вот такую конструкцию написать, а он здесь тоже 16-ричный, но чтобы увидеть, посмотреть в RGB значение тоже. посмотрите, еще раз говорю, ролики про SAS у нас на канале, оно все намного понятнее станет, так что я думаю вот так вот. На сегодня все, пишите еще в комментариях, что можно было бы узнать про кастомизацию логинки WordPress, ну я бы не знаю, мне кажется, из этого даже говорить больше особо нечего, то есть можно как-то покрывать, что касается WordPress кастомайзера тему, или какого-нибудь режима maintenance, то есть это тоже около этой темы, но в данном скринкасте наверное уже смысла не было, поэтому смотрите ролики у нас на канале, всем удачного дня, пока. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok